Доброе утро, друзья! У микрофона Арина Ефимова. А сегодня у нас в гостях Сергей Трифонов, историк, автор проекта Кёнигсберг-13. И сегодня поговорим о легендах, мифах и настоящих исторических находках в Калининградской области. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие калининградцы! Хорошего вам светлого утра и всего самого лучшего! Ну, расскажите, что у вас нового, над чем вы сейчас работаете, потому что давно ничего не было слышно. Из инклюзива, естественно, из того, что, собственно говоря, является проверенным, точным, выверенным. Но самая большая находка, находка мирового уровня, как все у меня, собственно говоря, как говорят, Трифонов опять сейчас нагородит что-нибудь такое, ничего подобного. Только правдивая информация. Это самый большой в мире, подчеркиваю, зуб динозавра, найденный во время шторма недалеко от Пионерского. А когда вы нашли его? Ну, уже больше года. Но, поняв, что это зуб, все он расшифрован. Даже корейцы с Южной Кореи мне письмо написали. Они нашли 15 лет назад, как они считали, самый большой зуб динозавра у себя. Он всего 8 сантиметров. Мой 18. Каким образом он, интересно, оказался в Калининграде? Вы знаете, шторма несут, конечно, много бед. Но для исследователей и пытливого глаза, а я обладаю таким глазом, это уже могу говорить просто определенно. Когда размыло часть побережья, обвал, я нашел зуб древнего динозавра. И недалеко, недалеко, это самое важное, череп окаменевший древнего человека. Ему несколько тысяч лет. А где сейчас эти находки? Где их можно? В лаборатории Кенигсберг, в нашем архиве. Я опубликовал, в интернете можно их найти. Они там есть. Снимки. Снимки есть, да. Все как положено. Линейка поставлена, все как положено. А он окаменевший, все как говорится есть. Мы родина динозавров. Калининград. Вот вы автор множества книг. Вот над чем вы сейчас работаете? Я автор маленькой легенды Королевской горы, тоже в интернете есть. Сокровище подземного Кенигсберга. Это, на мой взгляд, достаточно мощная книга, связанная с поиском янтарной комнаты. Документальная, исключительно. Каждое слово выточено. Там сказок нет. Мы сегодня основные тезисы обязательно обсудим о янтарной комнате. Так вот, и третья книга. Тайная лаборатория Кенигсберга 13. Эта таинственная лаборатория стала мемом в Калининграде. Так ли она называлась в немецкий период? Не так. Пока опустим. Но я это придумал, я разработал. И 20 лет на телеканале «Премьер» был такой телеканал. В Доме офицеров располагался офис. Я вел передачу Тайной лаборатории Кенигсберга 13. Сейчас у меня 400 кассет. 400 кассет с этими селями. То есть параллельная история города у меня. Вот скажите, наверняка у вас есть какая-то любимая легенда про Кенигсберг? На Калининград Кенигсберг, да, конечно. Расскажите. Она немножко страшноватая. Ничего? Пожалуйста. Тем не менее. Самая сильная легенда, наиболее интересная, это Верона. В древнем городе родилась девочка у кузнеца. Вернее, точнее, не буду сам себя корректировать. Подбросили к дому кузнецу девочку. Коричневая, очень симпатичная. Кузнец, он был богат, были заказы, он взял себе ее в дом. Но со временем стал наблюдать, что с ней происходят какие-то странности. Подойдет к горну, где горит огонь. Берет рукчонкой своей, горящую подкову, и не обжигается. Когда в городе пошли слухи, что она ведьма. Так ли это было? На самом деле история была самая. Когда она стала девушкой, самой красивой девушкой Кенигсберга. Таких сейчас множество у нас в городе. Это точно. Так вот самое интересное заключается в том, что из-за нее стали происходить постоянные стычки между молодыми людьми. И тогда старейшины решили утопить ее, чтобы прекратить ее. Вырубили, вырубили, лед напрыгали и ее утопили. Но она стала являться к тем, кто ее любил. И вот это явление, явление, явление по сей день можно обнаружить. Дело в том, что она встречалась и после этого происходили трагические события. Верона не ушла из города, говорят некоторые знающие люди. Она также красивая и очаровательная. Это прям легенда про русалку какую-то. Нет, это не русалка. Недаром говорится. Бойся очевидного. Очевидно, что это не так. Но это сомнение, что такие красавицы всегда есть и были на этой земле. И сейчас особенно. То есть среди нас где-то это Верона. Нет, она красивая, позитивная во всех отношениях. Но красивая, действительно. Как каждая женщина красива по-своему. Так что здесь это легенда. И легенда, посвященная волчице Герой. Это место, где Дом Советов находится. Там был замок. И в 13 веке, когда пришли крестоносцы на эту землю, они стали наблюдать, что волки, все, и леса кругом были, очень близко подходят к стенам замка. И они стали подбрасывать куски мяса, заманивая их. А затем с арбалетов перестреляли. И тогда волчица, узнав, что ее щенки и подьярки убиты, стала мстить крестоносцам. Она разрывала их упрегели, в лед вмершие, как говорится, рыцари и так далее. Это жуткая история. И Гера не ушла от Кенгсберга. И вот там, где Дом Советов, было ее логово. Если вы обратите на Дом Советов внимание, я беседовал с главным архитектором этого здания. Я ему экскурсию проводил по городу. В ночное время Дом Советов должен был напоминать веточку сирени светящуюся. Вы скажете, как Дом Советов веточку сирени? Именно веточка сирени. Такая стилистика была. Это место очень в высшей степени интересное. К ней привязаны все легенды Кенгсберга. У меня их 700. 37 я опубликовал. Некоторые никогда в жизни публиковать не буду. По одной простой причине. Почему? Они жуткие. Это готические легенды. Это нужно, как говорится, понимать. А вот 37, которые можно найти в интернете, особенно подвенеченный наряд, такое название, про двух подруг, которые не поделили одного молодца прусского. Наши легенды. То есть Дом Советов такое средоточие легенд. В первую очередь. Потому что это место, место сакральное в Калининграде. Сакральное место. И он не на Королевском замке стоит, а в пяти метрах от стены Королевского замка. Эти все документы есть, карты у меня есть. Я жду, когда начнется разборка Дома Совета. И тогда я покажу точку, где идет подземный ход к бункеру Ляша, где мы найдем с вами янтарную комнату. Давайте как раз таки переместимся в янтарную комнату. Скажите, по исследованию этой комнаты, что нового? Когда же ее найдут? Нашли ли ее? Смотрите. Ляш, комендант Кенигсберга, был хитрый мужик, говоря простым языком. Да, генерал, да, фашин, но хитрый. Он комнату спрятал недалеко от себя, под ляшку у Ляша. Он, строя бункер, запланировал еще один малый бункер, который мы нашли. Его нужно вскрыть. Куда он спрятал то, что поручалось ему в высочайшем уровне? Он должен был спрятать интернет. А где географически этот бункер находится? Привязано в университет, там, где университет и памятник Антон, недалеко. Парадон-Плац, ныне улица Шевченко. Мы вскрыли только начало подземного хода, проверили приборами, обозначили эти вещи. И готовы в любой момент, как только нас попросят, если попросят, показать это место. Потому что себе янтарную комнату, или часть ее, или хотя бы намек на янтарную комнату, я не заберу. А вот с кем в команде вы работаете? Вот вы, кто вместе с вами? Нас три человека. Я, Сергей Трифонов, автор проекта. Владимир Соколов, атаман, балтийского казачьего. Александр Васильев. Три человека, которые генерируют эти идеи, которые, собственно, продвигают эти идеи. Но еще раз подчеркну, мы покажем эти точки, покажем эти точки. И три тысячи версий поиска янтарной комнаты. Как только не водили за нас немцы всех, а прошло время, видимо, оно наступило. И когда начнется разработка центра города вокруг Дома Совета, она будет найдена. Уверяю вас. И этим ясным утром мы говорим о мистических легендах и мифах Калининградской области вместе с историком Сергеем Трифоновым, автором проекта «Кёнигсберг-13». Ну и до рекламы мы говорили про янтарную комнату. Сергей, скажите, вот почему все еще ее не нашли? Столько про нее разговоров, но до сих пор так ее и не обнаружили. Понятно. Вы не добавляете главное. Великий и ужасный. Нужно говорить, как Гудвин. Если серьезно говорить о том, что янтарная комната, почему она не найдена? Янтарная комната, и я с полной ответственностью об этом говорю, находится в Калининграде. Калининград находится, как вы знаете, самая западная часть Российской Федерации, находится в центре города, недалеко от Дома Советов и бункера последнего коменданта Кёнигсберга. Я стоял и стою. Это уже не версия. Я в этом убежден. Почему ее не нашли? Многие люди достойные, талантливые, искали ее. Работали по системе и сверхсекретной информации, и системе ОБС. Одна бабка сказала, немка. Вводили за нос кого угодно. Три тысячи версий. Три тысячи версий. А почему не нашли? А потому что есть хорошая черта. С вами, наверное, такое бывало. Вы положите какую-то вещичку на видное место и найти не можете. Все по комнатам ходите. А где она лежит на самом деле? Она перед вами. Это тот случай. Это сработало. Ляш, комендант, он сын лесника. Он хитрый мужичонка. Хоть и генерал, хоть и фашист и так далее. Именно он знал, куда она спрятана. Еще один ганс в Герлах. Все подземное хозяйство Кёнигсберга было под ним. Когда я документы эти нашел, высочайшим трудом, я понял, что они здесь. Особенно ворота с рунами в бункере Ляша. 88 рун. Бельгийские специалисты высочайшего уровня не расшифровали их 15 лет назад. Я понял, что она здесь. Под полом бункера Ляша. Янтарная комната короля, точнее кабинет короля Фридрика. Комната у нас в Петербурге. Отдел. Ну вот скажите, вы уже столько лет изучаете эту янтарную комнату. Некоторые калининградцы относятся к вашим словам скептически. А вот вы сами к этому как относитесь? Абсолютно верно. Я согласен, что нужно относиться к скептически. Если человек слепо верит в то, что он говорит, он идиот. Человек сомневающийся существо, ищущая, подставляющая. Главное, чтобы это был поиск с чувством юмора, с иронией. Потому что кто тебе сказал, говорю я сам себе порой, что именно ты знаешь, где он находится? Да нет, это невозможно. Если ты идешь по пути, как говорится, нормального, адекватного отношения к себе, и проходишь по тому пути, который есть в Кенигсберге, почему бы не найти? Скажите, ну какое, по вашему мнению, сегодня самое мистическое место в Калининградской области, куда может попасть каждый? Во-первых, весь наш город, весь наш город, очень мистический город, и это европейская столица мистики. Это признают все. Мне порой звонят или выходят на связь для того, чтобы определить эти места силы. Одно из мощнейших мест силы, я говорю это без всякой иронии, это место, где мы сейчас с вами находимся, радио Балтик Плюс. Потому что дать возможность мне высказаться вот так обширно, не любая радиостанция рискнет, даже московская. Нет, у меня есть эфиры, все как положено, но у меня материалы неоднозначные, неординарные. Так что первое место силы здесь, я для себя позиционирую башню, мы согласны. У вас башня, которая здесь вот у вас стоит здесь, что эта башня, ну не копия замка, скажем, а своеобразный замок, хоть это завод мы прекрасно понимаем, но и самое любопытное, если говорить, конечно, о еще этих местах. Безусловно, Королевская гора, безусловно, в 100 метрах от могилы Канта, подземный ход под рекой, вот эта точка мной разработана, у меня есть карта. Именно от могилы Канта идет подземный ход к Дому Советов. Есть. А как вы это установили? Путем многолетних исследований, сбора информации. Я беседовал с ныне покойным, царством ему небесное, Игорем Одинцовым. Когда строили, извиняюсь за выражение, туалет на острове, там не было ни одного туалета, то шведский прибор, крот его называют, прорыл под рекой Прегель на глубине 16,5 метров и протащил трубку для того, чтобы выбросить отходы, начинаем в коллектор, и на глубине, на такой глубине зацепил кладку. Он зацепил этот подземный ход, выбросил в пурку вот эту, обломки кирпича. Это было зафиксировано. Ход этот найден. Еще одно мистическое место, еще одно мистическое место, недалеко от гостиницы, от ресторана «Атлантика». Там подземная галерея, 40 минут шло в ней в сапогах. Мало кто об этом знает и, видимо, не узнает никогда. А как туда можно попасть? А никак не попадете. Он закрыт глухо, и мне сказали, Сергей, если точку покажешь, мы с тобой не будем контактировать дальше. Ты раскрыл то, что раскрывать нельзя. Я слово держу. Прямо хранитель тайн. А оно по-другому нельзя. Это, понимаете, дело не шутение. Это подземная часть нашего города. Это не просто ливневка или галерационный люк. Ну и еще одно место. Место силы. Место силы в высшей степени. Это пирамидальный дуб у штаба флота. Он весь нашпигован металлом. Это единственный дуб в этом районе, оставшийся после войны. Там разрывалась стрельба, шла и так далее. Штаб флота, почта была у немцев. Именно этот дуб обладает колоссальной энергетикой. Вот если у вас дурное настроение, подойдите к этому дубу, просто положите руки на него, обнимите его, и он отдаст вам свою силу. А напомните географически, где это находится? Штаб флота. Ну, памятник Петра Первого. Там вот этот дуб, он сейчас уже скоро зеленый станет. Он как перышко стоит. Самый красивый дуб в Калининграде. То есть такое место силы. Сильнейшее место. Я видел некоторые люди, узнав из моей передачи, прочитав мои статьи, спиной прислоняются, к нему. Я не знаю, скоро гонять их-то это будут. Но именно это место. Скажите, на сегодня вы по большей части теоретик или практик? И практик, и теоретик. Но я работаю только на законных основаниях. Если я получаю разрешение, вот я добиваюсь получения разрешения, на вскрытие я работаю. Ничего самостоятельного я не делаю. И вам не советую. Земля сложная, с войны еще мало что осталось, только официально получив разрешение. Я написал в Министерство культуры, я написал в правительстве. Я получил ответы, которые, конечно, что пока меня не устраивают, ну, время. А долго ли вам приходится ждать ответы положительные? В течение месяца обычно отвечают на письмо. Это не значит, что оно будет положительное. Меня просто направляют по другим инстанциям, потому что, говоря о том, что тебе сразу предоставят возможность копать, такого не бывает никогда. Но я добился. С бункером Ляша мне дали вскрыть полы, мне и моей команде. Мы там нашли очень многое. И, по сути дела, очень сильно раскрутили этот объект, не побоюсь, излишней скромности не нужно здесь. Мы нашли две скульптуры недалеко от Меги, как называют рабочие колхозницы, или два гнома. Они стояли там в пункте приема стеклотары 20 лет назад. Ящики я отодвинул, они стоят там. Уникальная работа Филиса, ученика Германа Брахерта. Опять вспоминаем от Германа Брахерта. Находки. Мухина, это моя версия, Мухина, великая наша Мухина, скульптор, рабочий колхозница, подсмотрела эту идею, будучи в Кенигсберге. Но там два гномика, держащие молоток и серб, прялку. А Мухина сделала летящих фигуристов, я их называю. Рабочие колхозницы стоят на ВДНХ. Все, многое шло от Кенигсберта. Главное, идея. Идею схватишь, а воплотить можно так. Русский народ гениальный, и Мухина гениальный. Вот на моем фильме главный символ, он поворачивается. А родина его здесь, в нашем городе. Сергей, ну давайте заключительный вопрос. Вот какая ваша главная мечта? Что бы вы хотели найти, открыть, исследовать? Ну, уже много сделано и открыто моей командой Кенигсберг-13 в нашем городе. Я бы хотел не останавливаться, идти по тому направлению, которое выбрано. Мне помогали правительственные органы. Я работал в обкоме партии, и все то, что я делаю, это не просто так свалилось на меня. Меня готовили к этой работе, чтобы все продолжалось именно так. И я нашел то, что обещаю вам, янтарную комнату из культуры Минолуканта. Его трехсотлетию. Она закопана у бункера последнего коменданта. Я надеюсь, что мы обязательно увидим эти находки и желаем вам успехов. Спасибо за такую интересную беседу, завораживающую. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Сергей Трифонов, историк, автор проекта Кёнигсберг 13. Всего вам доброго, хорошего дня.